Вот уже два месяца как в регионе действует обновленная сеть пригородных пассажирских поездов. Вопрос о транспортной доступности в Ивановской области стоит на особым контроле. Современный подвижной состав экономичнее, комфортнее и безопаснее поездов предыдущего поколения. Весной этого года стало известно о пополнении парка рельсовых автобусов и уже... В конце апреля у нас были утверждены как графики, так и сниженные тарифы для пассажиров. Так билет на Орлане из областного центра на Форманов подешевел до 100 рублей. Аналогичным образом снизилась цена на билет и от Иванова до Тейкова. Кстати, пассажирам ГАФ-пасадского направления повезло гораздо больше. При помощи городского тарифа при желании можно сэкономить от 5 до 13%. Для этого необходимо оплатить поездку по частям. Один билет Иванова текстильный за 25 рублей, а далее второй билет, к примеру, текстильный Тейкова за 62 рублей. Таким образом, общая стоимость билета до Тейкова стала дешевле на 13 рублей. Иными словами, на 900 рублей от Иванова до Тейкова вы можете купить не 9, а 11 билетов, что удобно тем, кто совершает частые поездки. Еще один приятный сюрприз от пригородной пассажирской компании в Ивановской области. С 15 июля по 15 ноября, оплачивая билеты в пригородных Орланах при помощи банковской карты платежной системы МИР, вы получаете обратно кэшбэком 10% с каждого билета, но не более 20 рублей. Однако никто не запрещает оформлять два билета на одну поездку. К примеру, стоимость билета до ГАВ-посада наличными 255 рублей. Вы спокойно можете взять билеты от Иванова до Петровского за 193 и от Петровского до ГАВ-посада за 62. Важно понимать, что скидки в поездах это не убытки перевозчика, это в первую очередь возможность экономить пассажирам и совершать поездки чаще безопасным видом транспорта.